День добрый. 16 по 21 сентября в Центре славянских культур библиотеки иностранной литературы в Москве будет работать школа молодого переводчика Россия-Польша. Приглашаем русских и польских студентов в ней поучаствовать. Что там будет? Лекции преподавателей польских и русских университетов, практические занятия и круглый стол по вопросам перевода, также конкурсы, выставки, презентации книг, переводов русской и польской литератур. Так как этот год официально объявлен годом театра, в Центре внимания будет драматургия. У вас, дорогие студенты-слависты, есть отличная возможность получить опыт перевода, а также заиметь множество профессиональных контактов и опубликоваться в сборнике по итогам школы. Также вы получите сертификат ее участника, и это будет ценным документом в вашем портфолио при приеме на работу. Кого же именно мы приглашаем? Студентов старших курсов и аспирантов филологических, лингвистических, любых других факультетов со специальностью переводчик с польским языком или для поляков с русским языком соответственно. Если вы откуда-то знаете язык, но такого предмета у вас в университетской программе не было, то необходимы будут сертификаты о прохождении языковых курсов или мастерских перевода. Особо приветствуются студенты с уже имеющимся опытом переводческой деятельности и участники студенческих обменов. Участие в школе обойдется вам бесплатно. Все за средства гранатодателя. Более того, если вы живете не в Москве и даже не в России, а в Польше, то и переезд, и проживание, и питание будут вам оплачены. Мы от вас ожидаем высокий профессионализм и энтузиазм, а вам же взамен предоставляем все условия. Заявки на участие присылайте до 1 августа. Ссылки на подробные сведения и на оформление заявки вы найдете в описании под этим видео. Можно выполнить бунт и даже такой большой, очень большой бунт. Поэтому основной вещью является то, чтобы себя взаимноразуметь. А кто есть важнейший, если chodzi о взаимное понимание двух народов, чем туманцы. То есть такое понимание на основном уровне. Оно нужно быть заформленное. И поэтому я желаю участникам Школы Туманцы wszystkiego najleпсего. Жюю им поводения. Уважаю, что это была очень ценная, очень ценная в деле, в том деле, которое является важнейшим, то значит, какого-то увеличения взаимодействия между Полками и Россиями. Идея создания такой Российско-Польской Школы Молодого Переводчика, идею создания Российско-Польской Школы Молодого Переводчика мы вынашивали уже довольно давно, несколько лет, два года точно. Поэтому очень рады, что в лице Центра славянских культур нам удалось найти такого активного партнера, который готов прилагать усилия, тратить время и какой-то даже эмоциональный заряд на проведение вот такой замечательной Школы Переводчика, которая, я надеюсь, у нас будет повторяться ежегодно и каждый год будет привлекать все большее количество молодых людей из России и из Польши, приобретать все большую популярность. Надеюсь, когда-нибудь она у нас растется до внушительных масштабов, и даже мы сможем в последующем труды молодых переводчиков выпускать отдельным книжным тиражом. В общем, этого я, наверное, и желаю всем участникам и всем организаторам этого проекта. Дорогие друзья, я очень рад инициативе Библиотеки иностранной литературы, Центра славянских культур и Российско-Польского Центра диалога и согласия организовать Школу молодых переводчиков и даже сделать эту школу постоянной, регулярной, потому что я считаю, что действительно подготовка кадров молодых переводчиков и развитие переводческого движения между российской и польской культурами чрезвычайно важна, чрезвычайно нужна, интересна и очень актуальна и перспективна задача. Потому что перевод – это ведь не просто пересказ одного и того же содержания, так сказать, разными словами. Перевод – это всегда попытка передать одну картину, культурную языковую картину мира для другой культурно-языковой картины мира. И как раз в силу того, что между польским и русским языками действительно существует такая относительно языковая близость, а вот культуры и исторические судьбы двух стран достаточно серьезно и существенно отличаются, то вот это создает особенно интересные вызовы для перевода понимаемого именно как межкультурная коммуникация. Поэтому работа в этом отношении, в этом направлении действительно чрезвычайно сложна, но в то же время чрезвычайно интересна. И я думаю, нас ждет на этом пути большое интересное будущее. Спасибо. Дорогие друзья, Институт перевода всячески поддерживает школу молодого переводчика «Россия-Польша», которая пройдет в сентябре этого года при большой организационной работе Центра славянских культур, библиотеки Института перевода и фонда «Российско-польский диалог». Вообще известно, что литература и культура России и Польши имеют многовековые, прочные, пронизывающие друг друга связи. Надеюсь, что нынешнее поколение литературных переводчиков внесет свой вклад в продолжение этой межкультурной коммуникации. Я надеюсь, что общение со спикерами, с лекторами, специалистами по переводоведению, мастерами, опытными мастерами литературного перевода, своими сверстниками для польских переводчиков из России, для российских переводчиков из Польши дадут возможность, инициируют некий верный выбор для каждого участника этой школы. Институт перевода крайне заинтересован в том, чтобы это был выбор в пользу художественного, литературного перевода, потому что, возможно, ничто другое не дает шанса людям двух стран понять друг друга. Ничто другое, кроме выдающейся, замечательной, талантливой работы литературного переводчика. Удачи вам всем!